Здравствуйте уважаемые подписчики Сегодня день выезда У Инны новый велосипед купила Который я сегодня буду тестить Тест драйв такой Жалуется она что Рулю ее на 0,5 мм Это самое Смещен Вот поэтому Надо ей обратно Тиропору сделать Я кстати на своем Китане Можешь снять Она поедет на моем Китане Она такой маленький Теперь по сравнению с этим Я поеду на ее В велосипеде хоть раз в жизни на 29 колесах Поезжу Интересно Все их нахваливают Насколько это в натуре офигенно Потому что поездочка вокруг двора Она по кругу Она ни о чем не говорит Все Поехали Пусть Что давление Не шибко большое Да Давление очень маленькое 30 PS Инна чуть-чуть отстала Инна Не туда Уехала Не видит она Все поехали Здесь Здесь Но у тебя тут Более спортивная Посадочка Вот на этом Я на этом тоже наверное Я не знаю Ну короче колеса Наду вообще Все Легко Разница Это большое значение Ну Это замученный человек вот про это я вам говорю с дамами как с детьми короче весь хорошая утоптанная тропа не рыхлая хочу офигенно красиво прокатиться а это надо прохерачивать в гору второй вариант в лесу вот а вот где-то в метрах 200 если подняться есть беседка такая прям с крыши и такая лесная беседка там даже костер дрова чё вы предпочитает же страдания до страдания отправил офигенный на спуске все поехали встала и пошла можешь на своем попробовать проехаться правда мне на твоем немножко не хватает передач мне ну мне интересно я жив это ты тыщу тебя просто звездочка тут маленькая у меня большая сзади звезда поэтому на моем легче было бы подниматься батя сможет давай давай ступай все ты уже не можешь вот здесь вот вот эта первая полянка много чего связано я помню один раз я что приезжал на машине вместе со своими друзьями и мы здесь мутили мутки мутные вот красивая лесная дорога особенно это вот полезно вот на фоне всех событий лес же он успокаивает он же лечит тут тишина такая да послушаем ну не шуми давай еще раз раз два три все за свидетель что ли факт а 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 Ждем сейчас Инну, когда она поднимется, я впереди, она пешком идет, сыграя на флейте, которую я чуть позже вам покажу, это та флейта, которую я сделал из кедра. В общем все друзья, доехали мы, конечно можно было бы ехать еще дальше, но смысла нету, там все-таки как бы леса, снега, идем мы все-таки медленным темпом, вот здесь сейчас костер чуть пожжем, ни хрена не взяли, ни хлеба, ни сосисок, ничего вообще, то есть, да, но просто чаю попить как, потом, то есть, тут больше мне велик затестили, что за велик, короче, в двух словах расскажу, то есть вот у Инны не было велосипеда, хотела велосипед, ну что, кризис-то бомбанул там все эти события, велики как взлетели в цене, ну а вот наш русский Ваня, вот этот вот велосипед называется Альтаир, все вы знаете, да, как звали Ассасина из игры Ассасин, Альтаир его звали. Кто делает? Кто она делает? From Forward. From Forward это, то есть, российская компания, эти велосипеды изготавливаются целиком и полностью в Перми, как бы импортозамещение, взяли мы его, успели за 15 тысяч там с копейками, это очень классная цена, сейчас он стоит 18 с чем-то стоит, но, например, даже до сих пор цена еще на него не взлетела, например, когда мы смотрели китайские модели велосипеда, которые стоили 13 тысяч рублей, они взлетели аж до 40 тысяч, ну, потому что доллар, а этот продавался, видать, за рубли. Что могу сказать, моделька простенькая, ну, как бы, то есть тут много чего стального, вот это, по-моему, стальные шатуны, это стальное, вот, но рама алюминиевая хорошая и ее, в принципе, можно апгрейдить. Выглядит не пестро, что для меня очень хорошо, мне нравятся такие велосипеды, 29-е колеса, вот сейчас я затестил эти 29-е колеса в лесу на бездорожье, что могу сказать, охеренная тема, 29-е колеса на бездорожье в лесу, топчик, но единственное, мне не хватало передач, сейчас я в гору поднимал, ну, потому что сами видите, да, тут, по-моему, максимально это звезда на 28, то есть это маловато, и передняя, по-моему, тоже маленькая. Переключатели тут самые простые, Суаньшин, да, видите, то есть типа как оля Шимано, этот, Турнея, вот, но это Суаньшин, это тоже под Шимано типа сделано, но тоже Сайхуан, но это такое китайское импортозамещение, знаете, в принципе, переключает, худо-бедно, цепь нормальная. Мне нравится, тормоза тормозят, тоже простенькие какие-то даже, знаете, дуодер, короче. Ну, нормально тормозят, как бы функцию свою выполняют. Руль щероченый, все, сказать больше нечего. Ну-ка, покрышки дешевенькие, втулки тоже дешевенькие, но за свои деньги изумительно они выполняют свою функцию. Вот такой вот велосипед. Все, больше ничего не буду говорить. Разводим костер. И потом чуть-чуть покрупнее мне. Ой, как вкусно запахло берестой. В общем, что, вот, сидим, добрались. Костер развели ввиду того, что, ну, в лесу если посидеть немножко, мы просто замерзнем без костра. Несмотря на то, что на улице все равно тепло, минус 4, но ветер дует. Ну и плюс кто-то взмок. Естественно, можно простыть. Сейчас я вам покажу, друзья, дудку, которую я сделал. Ну, нужно же, как бы, показать результат своей работы. Первую дудку я сделал. Вот эта лесная флейта из кедра. Она еще там чуть-чуть, один стрих нужно будет доделать, но я просто пока сегодня не успел, поэтому покажу так, как она есть в подробностях. Вот. И в лесу я вам даже что-нибудь, может, заиграю. Какие, друзья, дела. У костра хорошо свяжу, пью чай. Кстати, с хибридцом гомутил. Аина. Аина просто с ним не пускает. Итак, друзья, показываю вам флейту. Флейту эльфийскую. Пар еще идет. Помните, да, как я из кедра взял, напилил кедр и стал делать флейту? В общем, это уже вторая флейта. Первую я сделал, как бы, для себя, запортачил ее. Ну, тут сколько не запортачил, а именно экспериментальная флейта была. Нужно было какие-то моменты опробовать. Вот такая вот флейта из кедра. Вот смотрите, какая тут рисунок такой допотопный. Мне тут сказали шишку еще подрисовать. Можно сделаю? Что здесь такое изобразил? Видите, тут типа древний рисунок, дерево, то есть корни такие. Хера-хера-хера-хера. Вот такая фигня. Обработана. А, и здесь, здесь очень важно. Видите, да? Кто? Кто у меня здесь? Олень. Олень. Кожаная вот эта вся фигня, да, вот эти все дела. Вот. И вот этот вот тоже фигню тоже сделал. Видите, как красиво. Вот. А, и фирменная обязательно, друзья. То есть, если вы захотите приобрести у меня эту дудку, тут будет моя роспись такая. Велопосланник, то есть эксклюзив. Что? Вот такая вот флейта, она гладенькая, офигенная, здоровская. Давайте сыграем немножечко вот в лесу. Мы сейчас вот поймаем тишину, да? И около костра сыграем. Руки, правда, уже отваливаются. Что? Поехали? Поехали. Пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА классно да ну что друзья как я и говорил флейту можно приобрести приобрести у меня у велопосланника знаете за сколько не за 15000 и не за 200 рублей а 4 4000 рублей за 4000 рублей это еще по старому курсу то есть вы можете понимать что все события сейчас цены взлетели но продукция велопосланника она пока держится на этом уровне так как это первая флейта да как я и обещал я ее отдам за 4000 такая вот замечательная лесная походная почти что флейта вы можете вот сесть пока когда вы ждете свою даму либо друга какого-нибудь нерадивого сели так вот в сторонке вот около костра и сыграли как красиво там еще как вариант я могу конечно же вам но если вы никогда не играли это флейта она будет даже хорошим подарком даже если вы не умеете не умеете играть вы просто вот она просто красиво украшает интерьер домашний до либо подарить кому-нибудь другу там из кедра из сибирского этого мне это не просто там к это береза же такое береза друзья береза это в лесу это сорняк сорняк от кедр хрен где найдешь березы вон повсюду они везде есть вот поэтому друзья такие дела я могу еще конечно подсказать вам как на ней играть понятно что желательно все-таки там вот за один день не научишься нужно дыхание поставить такие все моменты но в целом я подскажу вам как играть и вы сможете потихонечку начать учиться играть на вот этой самой индейской флейте это флейта любви а нам же всем сейчас так не хватает друзья любви вот индейская пимагда словно переводится флейта любви какие друзья дела да вот оленя же я вам показал да вот еще раз смотрите олень это тотем оленя прошлое флейта да вот это вот оленья флейта будет если вы олень олень добрый день пожалуйста вот как бы немножечко я тут еще и не доработал здесь немножко я ее там доделаю тут зашкурил нужно будет это покрыта она пальмовым воском вот такие друзья дела это не просто так гигиеничен все хитрю я делаю ну чё сейчас я пересел велосипед алюминиевый вот несмотря на то что у него большие колеса но то что алюминиевая рама на нем жестче ехать чем на титане титан в разы мягче ощутимый мягче и даже ширина резинта побольше но это не спасает алюминиевый алюминиевая рама жесткий материал это я уже впервые очень четко ощутил алюминиевая рама илья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok